Здравствуйте! В эфире правовая программа «Дежурная часть». О работе окружной полиции расскажу вам я, Анастасия Стенина. Коротко о главных событиях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В настоящее время вход в административное здание Управления МВД России по Нинецкому автономному округу по улице Выучейского, дом 13, осуществляется через административное здание дома 15 в связи с ремонтными работами. Информационный центр УМВД продолжает предоставлять государственные услуги и рекомендует гражданам обращаться за предоставлением госуслуг в электронном виде через единый портал государственных услуг. Справки по телефону 45702 и 42378. Приносим извинения за временное неудобство. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В период времени с 7 по 13 декабря на территории Нинецкого автономного округа зарегистрировано 164 сообщения о происшествиях. Из них 9 преступлений. 39 граждан привлечены к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В минувшее воскресенье на центральной площади Наринмара состоялось открытие главной окружной новогодней елки. Охрану общественного порядка и общественной безопасности обеспечивали сотрудники полиции совместно с сотрудниками управления Росгвардии по Нинецкому автономному округу. Нарушение общественного порядка не допущено. В сфере безопасности дорожного движения выявлено и пресечено 216 административных правонарушений. Произошло 9 дорожно-транспортных происшествий с причинением вреда здоровью не допущено. Выявлено 6 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения, включая отказ от медицинского освидетельствования. 7 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права управления транспортными средствами, за исключением учебной езды. Вынесено 6 постановлений в отношении граждан о привлечении к административной ответственности за непристегнутый ремень безопасности. 4 факта оставления водителями в нарушении правил дорожного движения мест дорожно-транспортных происшествий. Составлено 2 административных протокола в отношении водителей за неуплату административного штрафа в установленный законом срок. Уважаемые жители округа, сообщайте о фактах нарушения ПДД в окружную часть окружной полиции. По телефону 02 с мобильного 102 421-26 и на телефон доверия с абонентским номером 421-52. Анонимность гарантируется. С 21 декабря текущего года на пересечении улиц имени Перерки и Ненецкая в Наринмаре в целях безопасности дорожного движения будет установлен дорожный знак «Остановка запрещена». Запрещается остановка и стоянка транспортных средств. Водители транспортных средств могут пользоваться новой парковкой, расположенной напротив аптеки «Центральная». 14 декабря в Дворце культуры Арктика состоялась торжественная церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации лицам, достигшим 14-летнего возраста. Торжественное мероприятие проведено в рамках Всероссийской акции «Мы граждане России», а также в целях популяризации государственных символов России и патриотического воспитания молодежи. Вступил в законную силу приговор Наринмарского городского суда Нинецкого автономного округа в отношении двух молодых людей, признанных виновными за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Преступная деятельность пресечена сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД совместно с сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Установлено, что в период с января по июль текущего года молодые люди осуществили сбыт наркотического вещества синтетического происхождения на территории города Наринмара в значительном и крупном размере. Судом наркоторговцы приговорены к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Один к пяти годам шести месяцам и второй к четырем годам двум месяцам. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД выявлен факт реализации немаркированной табачной продукции индивидуальным предпринимателям, осуществлявшим розничную и оптовую продажу сигарет. В рамках проверки установлено, что в торговом помещении Наринмара хранились коробки с нелегальной табачной продукцией, подлежащей обязательной маркировке. Стражам и порядки изъято свыше 900 единиц табачной продукции без маркировки известных различных наименований. В настоящее время материалы проверки направлены для рассмотрения в Управление Федеральной службы по надзору и сферы защиты прав потребителей и благополучия человека по Ненецкому автономному округу. Вы смотрели выпуск программы «Дежурная часть». Будьте внимательны, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин